Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас очень интересный вопрос на рассмотрении. Это вопрос об отсрочке и рассрочке исполнения решения суда по гражданскому делу. Когда возникает необходимость в разрешении такого вопроса? Когда в отношении вас принято решение имущественного характера, к примеру, о том, что с вас взыскиваются денежные средства, обращается взыскание на имущество и так далее. И вот когда это происходит и решение вступает в законную силу, то вы соответствующим образом можете по исполнительному листу лишиться денежных средств, могут быть арестованы ваши карты, вы можете лишиться имущества, квартир и так далее по решению суда. И вот чтобы этого не произошло, чтобы вы могли выполнить те обязательства, которые установлены судебным решением, введен так называемый институт отсрочки или рассрочки исполнения решения суда, изменения способа и порядка исполнения решения суда. То есть после вынесения решения суда не в вашу пользу, к примеру, с вас взыскали миллион, то вы можете обратиться к суду с вопросом об отсрочке или рассрочке исполнения решения. То есть отсрочка, она дается на определенный период, то есть в этот период не будет исполняться решение суда. Или рассрочка, то есть выплата по частям, к примеру, миллион в течение года выплатить равными частями по 100 тысяч, к примеру, и так далее. Отсрочка, это, к примеру, на год отсрочить исполнение решения суда, чтобы оно не исполнялось, вы могли накопить денежные средства и тому подобное. Отсрочка или рассрочка исполнения решения суда осуществляется на основании Гражданского процессуального кодекса. И как говорит нам кодекс, суд, рассмотревший дело по заявлению лиц, участвующих в деле, либо по заявлению судебного пристава исполнителя, то есть имейте в виду, судебный пристав исполнитель тоже имеет право это сделать, исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств, вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда или изменить способ и порядок его исполнения. То есть, к примеру, не обратить взыскание на имущество, а взыскать денежные средства и тому подобное. Так вот, дорогие друзья, с этим вопросом необходимо обращаться с соответствующим заявлением в суд, который принял решение по существу. То есть, суд, рассмотревший дело, вот к нему должны обращаться. Если вам необходима помощь в составлении таких заявлений, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем на достаточно хороших условиях. Также в Гражданско-процессуальном кодексе у нас разъяснено, каким образом рассматривается это заявление. А рассматривается оно в 10-дневный срок со дня поступления соответствующего заявления в суд. Без проведения судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле. Но я рекомендую всегда подать такое заявление в суд, к примеру, если вам необходимо, и интересоваться у судьи, у секретаря и так далее. В любом случае, результаты рассмотрения должны появляться в соответствующей электронной системе судопроизводства. При этом, как указывает законодатель, в случае необходимости суд может вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание, извести их о времени и месте проведения. То есть, если суду необходимо некоторые обстоятельства уточнить. Уточнить имущественное положение, семейное положение, наличие тяжелых жизненных обстоятельств, на которые могут ссылаться стороны и так далее. Вот это все возможно со стороны суда для того, чтобы это все выяснить, уточнить и так далее. По результатам рассмотрения суд выносит определение, которое в обязательном порядке высылает лицам, участвующим в деле, в течение трех дней со дня его вынесения. И вот здесь самый важный момент. На определение суда может быть подана частная жалоба. То есть, к примеру, если вы просите суд отсрочить или рассрочить исполнение, или изменить порядок взыскания, к примеру, не обращать взыскание на заложенное имущество, на вашу квартиру, которая находится в залоге, или дать отсрочку исполнения данного решения, или рассрочку исполнения, а суд вам отказывает, вы можете обжаловать данное решение в апелляционном порядке путем подачи частной апелляционной жалобы. Если у вас такая необходимость есть, тоже обращайтесь. Мы с удовольствием подготовим вам соответствующие документы на достаточно хороших условиях. Все контакты в описании. Вот эти, дорогие друзья, моменты всегда учитывайте. Это один из способов смягчить тот удар, который вам наносится путем вынесения судебного решения против вас. К примеру, в пользу банка, в пользу управляющей компании, в пользу кредитных организаций, или когда обращается взыскание на ваше имущество. У вас еще есть возможность подать касацию, подать касацию в Верховный суд, подать в порядке надзора, обжаловать это все. Но решение уже вступило в законную силу после вынесения определения апелляционного. И вот здесь как раз отсрочка-рассрочка поможет вам до принятия решения судом касационной инстанции как-то переждать. Или получив отсрочку, накопить денежные средства, или другим путем решить эти вопросы, путем подачи нового искового заявления и так далее. То есть здесь масса вариантов, их нужно все прорабатывать, все рассматривать. Вот это, дорогие друзья, то, о чем хотелось поговорить. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь, на все постараемся ответить. И, конечно же, дорогие друзья, если есть необходимость в совершении тех или иных действий, в подготовке документов, тоже обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем, потому что если против вас принято какое-то судебное решение, это еще не конец. Его можно всегда обжаловать, можно какие-то иные выходы искать и так далее. Удачи вам в ваших делах. Счастливо!